Валерий Шевченко 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 Они выделяют яйца, которые с желчью попадают в кишечник и с испражнением выходят в окружающую среду. И диагностика пистархоза как раз основана в большинстве случаев на обнаружении яиц либо в калий, которые пациент приносит для исследования, либо в результате микроскопии дооденального содержимого после проведения дооденального зондирования. Но там главная задача лаборанта, и в принципе так устроена технология, не обнаружения половозрелой особи, а обнаружения яйца. Апистарха и сам факт вот этого уже есть основания для постановки диагноза и, например, уже формирование концепции, вот почему те или иные клинические проявления у человека происходят. Но, как мы говорим, в этом случае можно вот проблему на них свалить и надеяться на то, что после эффективной дегельминтизации самочувствие нашего пациента будет улучшаться. В том числе депрессия. Это так. Вообще ученый Лембли, когда выделил Лембли, в честь него они и названы были, и паразиты, он так и назвал это возбудитель тоски и печали. А к симптомам мы еще вернемся. Про диагностику. Вот в диагностике можно сказать, что доодональное зондирование – это прям вот классика, золотой метод? Или вот еще анализы как альтернативный метод, они тоже с точностью 100% показывают нам, что есть яйца такого-то паразита? Ну, пожалуй, можно сказать, что это один из эффективных методов и, так скажем, традиционно самый понятный уже из поколения в поколение в практике докторов он используется. Конечно, сейчас сказать о том, что, допустим, при однократном доодональном исследовании, не обнаружив яйца Писторха, вы не думаете больше в эту сторону в плане клинической диагностики? Ну, к сожалению, нет, потому что даже используя этот метод, эффективный, понятный по своему исполнению, конечно, требующий профессионального мастерства того, кто это делает, и саму процедуру, и потом микроскопии, непосредственно направленные на поиск яйца Писторха. Но не всегда вот именно в этой порции удается обнаружить, даже если они есть. Есть данные о том, что при массивной инвазии есть периоды, когда не происходит выделения большого количества яиц. Еще одно из проявлений, которое должно натолкнуть нас на подозрение о наличии у нашего пациента паразитарной инвазии, это характерные изменения в анализе крови. Так называемая эзенофилия, увеличение количества определенных клеток эзенофилов в крови, который как раз и есть один из сигналов того, что есть паразитарная инвазия и включается аллергический компонент. Конечно, все намного сложнее в природе, чем я говорю, упрощая, но это действительно так. И если мы видим данные изменения в общем анализе крови, то это еще один из сигналов обследовать пациента, направить пациента на обследование на паразитарную инвазию. С другой стороны, при наличии тех симптомов, которые мы с вами перечислили, отсутствие эзенофилии – это не повод не обследовать. Но все же какие есть интересные симптомы, которые косвенно нам говорят о том, что у человека могут быть паразиты? По большому счету, патологические проявления со стороны желудочно-кишечного тракта – это одно из показаний. В виде боли по этажам, так скажем, желудочно-кишечного тракта в верхней части, в средней, в нижней части живота. Но общие проявления, системные проявления действительно могут сопровождаться и аллергическими проявлениями. Видите, как чаще происходит все-таки? Чаще, ну не чаще, скажу так, порой, диагноз гельминтоза в итоге становится диагнозом исключения. Когда у человека возникают высыпания при относительно неплохом самочувствии, без отсутствия системных проявлений воспалительных, таких как лихорадка, слабость, недомогание, куда направляется этот пациент? К дерматологу. И дерматолог, применяя свой опыт, свои знания, конечно, справляется с этой проблемой. Но бывают случаи, когда не получается радикально справиться, да, и что-то идет не так. Это вот то, о чем я и говорю, когда болезни укладываются. Ровно так же и у неврологов, когда есть определенная симптоматика, но она не поддается общепринятым методикам лечения. Воздействие многообразный, но с другой стороны, опять же, есть данные, когда факт наличия гельминта у человека помогает ему по самочувствию. Например, есть публикации в литературе о том, что при лечении системных болезней, тяжелой болезни, протекающей с поражением кишечника, болезнь крона, специфический язвенный колит, если параллельно идет инвазия гельминтозом, локализация гельминта непосредственно в слизистой толстой кишке, то вот это иммуносупрессивное действие как раз снижает аутоиммунный компонент болезни и уменьшает активность воспалительного процесса. Поэтому взаимодействие человека и гельминта настолько многолико и настолько индивидуально, что сказать, что у данной группы болезней обязательно есть так называемые патогномоничные признаки, вот обязательно, вот прям 100%, и они одинаково, ярко или не ярко проявляются у конкретного человека, не приходится. Поэтому, как мы видим из практики, чаще все-таки это какая-то индивидуальная особенная история у конкретного человека. Если у нас только официально каждый год несколько тысяч жителей края узнают, что у них такой диагноз, паразиты, это значит, что они уже дошли, в конце концов, до этого анализа, и это все подтвердили. А можем ли мы пофантазировать и представить примерно, сколько жителей Алтайского края не знают об этом диагнозе? Да, есть такие данные, и для паразитарных инвазий характерен так называемый эпидемиологический феномен Айцберга. Это значит, что истинное число случаев намного больше, чем официально зарегистрировано, и эта цифра примерно сейчас по расчетным данным составляет 1 в 10. Если официально ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 2 миллионов случаев заболеваний, то предположить на истинное число заболевших 10 раз больше. Это как любая хроническая длительная болезнь. Она не придает бодрости организму на будущее, и это еще одно из утверждений, которое должно привести к мысли, что как только выявили, надо лечить. Профилактика на будущее тоже важна. И тут еще один интересный момент. То, что проведенная дегельминтизация, то есть лечение, избавление человека от паразитов, абсолютно не дает нам какого-то окна безопасности временного. Излечили сегодня, завтра он той же группе риска заразится вновь. Здесь надо добавить, наверное, для зрителей, которые вдруг сейчас послушают и поймут, что тогда все тленно, зачем тогда что-то лечить. Конечно, безопасно обработанные и приготовленные продукты – это основной залог профилактики. Если это продукты, которые не подвергаются термической обработке, например, зелень, например, ягоды, фрукты, овощи, на которые в природе может попасть возбудитель, из почвы, с испражнениями животных, все называем своим языком, где-то там ягода лесная, то, конечно, только максимально эффективная механическая обработка. Ну, например, для профилактики апистархоза, известная фраза, главный способ профилактики апистархоза – это не есть рыбу, семейство карповых. Но, может быть, мы с вами это можем так декларативно заявлять, потому что мы имеем возможность поменять эту рыбу на какой-то другой продукт, не потеряв пищевой ценности, которая должна к нам зайти с продуктами, на морскую рыбу, еще на часть продуктов. Но бывают ситуации, когда эта рыба составляет основу рациона в разных видах, чтобы это было какое-то разнообразие. Поэтому, конечно, здесь надо следовать правилам длительности термической обработки. Все эти методологии, они, конечно, известны, и можно легко их найти в интернете, просто несколько изменить, ну, так скажем, свое пищевое поведение на более безопасное. — Что ж, Валерий Владимирович, спасибо большое за эту беседу. Я думаю, что зрителям было очень интересно, очень интересно было мне лишний раз прислушаться к себе, к своему организму. Спасибо большое, приходите почаще. — Спасибо вам. — Спасибо. — Спасибо.